В Оши возобновлена подача чистой питьевой воды. На этот раз жители остались без нее на три дня. В компании Ушводоканал говорят, что уровень загрязнений превысил норму в три тысячи раз. Причиной тому послужило наводнение. В связи с загрязнением реки Ахбура, который является источником питьевой воды, Ошское городское предприятие водопроводно-канализационного хозяйства было вынуждено отключить подачу воды. Эколог Абдужапар Акулов отмечает, что ситуация с питьевой водой выявила ряд коррупционных схем. По словам эксперта, за последние 10 лет велось строительство двух крупных проектов. Однако они не оправдали ожиданий жителей. Все оказалось безрезультатно. Это говорит о том, что миллионы долларов были потрачены впустую. Пора создать специальную комиссию на государственном уровне для проведения правовой оценки. Поскольку ранее обещание о том, что даже если пойдет дождь, с чистой водой проблем не будет, не выполнено. Из-за безответственности отдельных руководителей страдают обычные граждане. О проблеме чистой воды бьют тревогу не только специалисты, но и граждане. На протяжении долгих лет этот вопрос остается нерешенным. Ухудшение погоды становится причиной отключения подачи питьевой воды. На этот раз граждане остались без воды на трое суток. Из-за сложившейся ситуации наблюдались большие очереди уродников. Ранее из городского бюджета на два крупных проекта было выделено 23 миллиона сумм. Потрачено 700 тысяч долларов в виде гранта. Когда эти проекты утверждали, мы говорили, что они не до конца проработаны. Но нас тогда никто не захотел слушать. Но на этот раз нам дали возможность принять участие в проектах. Теперь надежда есть, что все изменится к лучшему. Еще один проект в настоящее время разрабатывают представители местной власти. Запуск программы стоимости 3 миллиона долларов запланирован на сентябрь. АБР предоставит грант. Сейчас мы планируем провести центр. Мы проложим порядка 2,5 километров водопроводных труб. Мы должны закончить через год. Мы также рассматриваем другие варианты. Этот проект рассчитан на год. Также планируют провести чистую воду в многоквартирные дома. Однако пока проект не завершат, есть риск того, что в дождливую погоду жители южной столицы могут остаться без воды на долгое время. Мочью нам поступали звонки от жителей. Сейчас мы работаем без перерыва. Наши сотрудники развозят воду водовозами, горожанам. Мы разделили город на 4 части, в каждой из которых функционируют 5 водовозов. Однако после подачи воды участили случай прорыва водопроводных труб. По официальным данным, из 500 километров городских водопроводов 50% изношены не соответствуют требованиям. Между тем, за последние два года компания зарегистрировала около 20 тысяч дополнительных абонентов. Ожводоканал обеспечивает питьевой водой 278 тысяч абонентов и около 2,5. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok